Хотите обновить свой девайс? Для этого есть отличный сайт e-каталог. Это самый крупный в России и в Украине каталог разнообразных товаров, в котором можно найти все, что вас интересует. На сайте присутствует удобная система фильтрации товаров, а также есть возможность сравнить выбранные товары и подобрать лучшие устройства по характеристикам. Если вы уже определились с товаром, то e-каталог будет лучшим решением, чтобы посмотреть все характеристики, фотографии, отзывы о товаре, а также найти самое выгодное предложение среди возможных. e-каталог имеет удобный простой интерфейс, который поможет не только сэкономить ваши деньги, но и время. Ссылка, как всегда, в описании. Ииии смотрите какой нам падает сундук, супер магический! И еще один редкий сундук, вот он! Иии еще один топовый сундук нам падает с поединка, это просто жесть, это все подряд, ребята. И еще один редкий сундук нам падает, просто 4 сундука подряд, это просто феноменально, смотри ролик до конца. Дорогие друзья, всем привет! Я нахожусь сейчас на аккаунте у подписчиков, и мы сделаем с вами сейчас крутой выпуск по открытию сундуков. Он будет не просто заключаться в том, что мы будем делать склейку разных открытий, выбивать леги, это еще будет процесс фарма. То есть мы будем выбивать эти сундуки, откроем те, которые здесь, и заодно проверим, сколько я могу выбить сундуков, не сундуков, точнее, а легендарных карт за один выпуск. Просто я вспоминаю, раньше времена были, чтобы выбить лего, но я не знаю, тебе нужно либо родиться в рубашке, тебе должно повезти очень сильно, такие были люди, либо играть, но очень долго, полгода там, да, чтобы выпала первая лего. То сейчас мы за один выпуск, ну я не знаю, я не буду вангой, да, но думаю, что несколько легендарок мы вытащим точно, вы тоже считайте. Сейчас мы откроем вот эти сундуки, и мы выбьем сейчас подряд очень много классных сундуков, которые идут по циклу. Смотрите ролик до конца обязательно, вы об этом всем сейчас узнаете. Ребят, еще чуть не забыл, хочу сказать, где можно купить очень недорого аккаунт. Это сайт, которому можно реально доверять, я вам гарантирую, что вам придет товар, купленный вами, несмотря на низкие цены. Потому что я с этим сайтом неоднократно сотрудничал, и в принципе, ему можно 100% доверять. Дешевые геймы для Clash of Clans, сам неоднократно покупал, но не забывайте, что были рейды от Supercell, что есть вероятность того, что геймы могут минуснуть, но тем не менее, здесь очень безопасно, сейчас донатят, и вроде никаких проблем ни у кого не было. Но опять же, геймы на свой страх и риск, но геймы здесь очень дешево продаются. Также аккаунты Clash of Clans по доступным ценам. Большой ассортимент аккаунтов Clash Royale, где можно найти аккаунты, начиная с 200 рублей и до аккаунтов фулл прокачки. Цены очень низкие, я гарантирую, что аккаунт вы получите. Ссылочку на сайт оставлю в описании. Если кому-то надо купить аккаунт или геймы по дешевке, ребята, пользуйтесь. Первый супер магический сундук в этом квесте. Обязательно поставьте лайки, если вам подобные ролики нравятся, подпишитесь на канал и нажимайте на колокольчик. Чем больше лайков, тем быстрее выйдет следующий ролик. И вот она, первая легендарка. Изи. Ну, супер магический сундук, он всегда оценился, он всегда был таким редким сундуком. И тут вероятность была всегда большая, что выпадет лего. Падает здесь у нас мегарыцарь. Он уже у него был. Следующий. Так, бесплатный сундук. Ох, думал, сейчас с него выпадет лего. Дальше у него легендарный сундук короля идет, но, естественно, нам не хватит вот этих медалек, чтобы его открыть. Поэтому движемся дальше. Краунчест. Краунчест быстренько открываем. Опять же говорю, ребят, самое интересное, это будет в конце, в основном, в конце ролика. Поэтому смотрите ролик до конца. Сейчас вот эти сундучки, это то, что он собрал. Но сейчас соберу ему я сундуки. Итак, магический сундук. Так, быстренько, тут 4 эпика должно выпасть. 3 выпало. Ну, ладно. И 6, ого, 6 пек. Так, с огромного вряд ли будет лего. Так, тут еще клановый сундук у него есть. Давайте его тоже откроем. Он всегда лагает, не открывается. И лего. Нет. Так, что еще у него тут есть? Больше ничего. Все, мы освободили все слоты. И самое интересное, начинается вот прямо сейчас. Итак, у него колода пека с хоком. Я не смотрел его карты, прокачку. Что тут вообще можно у него еще сделать, добавить в колоду. Мне, например, не нравится то, что здесь есть и рыцарь, и пека. На самом деле, это дикость для меня, потому что я привык брать, ну, сингл-юниты. То есть, ну, такой мини-танк, как Валькирия, такой, как рыцарь. Это уже мини-пека там, да? Это уже считается, типа, ну, достаточно. Я не любитель брать и то, и другое. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Полегче, бро. Ты че? Давайте здесь разряд. Отлично задефались. И сейчас, в принципе, я смогу перейти в атаку. При этом у нас, смотрите, фуловый маг идет. А колдун, ну, он нормально так раздает, если сейчас, конечно, он варваров каких-то не кинет на нас. Или пеку там, к примеру. Да, если какие-то миньончики там, банда, гоблинов, еще что-то, то это изи. Он что-то задумал или нет? Или он пропускает? Воу-воу-воу-воу, фаербол. Я и не заметил. Я просто в этот момент рука у меня была, ну, вот так, на планшете. Я не видел, что он выкинул. Фаербол. Так, ладно. Так, кстати, насчет лагов. Ребят, насчет лагов. Лагает или нет? Я, может, на стриме вам расскажу историю. Ладно, ставим пеку справа. Будем делать атаку. Ну, или могу сейчас. В общем, позвонилась сегодня. Ага, все, зависло. Зависло все. Отлично. Просто. Зашибись. Вы, я думаю, в курсе, да, что у меня в последнее время проблемы с лагами. Я заменил интернет, точнее, роутер. Вот, я думал, кстати, не активировал главную вышку. Вот. И, по идее, должны были исчезнуть лаги. Собственно, что не произошло. У меня на стриме просто жесть как лагала. Я позвонил сегодня оператору. Говорю, так, давайте мне сюда мастера. Потому что, ну, это непорядок. Почему так лагает? Я заказал дорогой роутер. Вот. Говорю, у меня вот здесь лагает, здесь лагает. Вконтакте лагает. Я с Украины. И она мне говорит. А вот мы не гарантируем, что у нас, что у вас вконтакте лагать не будет. Так как вы там пользуетесь VPN. Хотя я пользуюсь не VPN. Я совершенно другим путем, который, типа, лагать не должно. Никак на скорость это не влияет. Это не прокси сервера. В общем, не важно. Ладно. Говорю. К черту ВК. Меня лагает Wi-Fi. На планшете. Вот я играю в игру. Передаю изображение. Лагает. А, это у вас значит настройки. С интернетом все хорошо. Это значит настройки у вас на планшете. Какие нахер могут быть настройки на планшете, если у меня... Ну, это iPad. Там никаких настройок. Ну, типа, камон. Там ничего настраивать не надо. Я подключил к Wi-Fi этот планшет и все. И, типа, сиди и пользуйся. Вот. В итоге она все списала на то, что у меня не настроен планшет. У меня что-то настроено не так. С роутером все в порядке. С нашим интернетом все хорошо. В общем, ребят, я не знаю, к кому теперь обращаться. Может, и правду не в интернете дело. Но. Так, стоп. А мне... Мне что, нечем добивать? Мне что, нечем добивать? 8 секунд осталось. А где мой разряд? А, вот он разряд. Но я до него что-то боюсь прокручиваться. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас будет фриз. Сейчас будет фриз. Фриз. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А, фриз на Хога. Отлично. Давай-давай-давай-давай, Хог. Давай тычку, тычку, одну. Оп. Еще одну, еще одну тычку, Хог. Найс. Все, получи. Сосамба. Итак, все, это ладно. Итак, смотрим. И смотрите, какой нам падает сундук. Супер магический. Отлично. Отлично. Супер магический сундук. Какая неожиданность. Вау. Так, я тут начинаю немножко теряться. Элитки плюс Хог меня просто атакуют. Что за бред? Я две катки слил, поэтому я их вырежу. Поехали дальше, чтобы ролик не был таким длинным. Элитки с Хогом прям вообще тут разносят. Все подряд. Да еще как-то я неудобно себя чувствую. Некомфортно с этой декой, потому что автор-то колоды он, не я. Вот. Ну, как-то менять в деке я ничего не хочу, потому что все-таки это его аккаунт, его прокачка. Я не знаю, тут что прокачано, даже не смотрел. Буду этой колодой пытаться выбивать эти сундуки, но чувствую, это будет просто жесть. Это 4 400 кубков. Здесь такая помойка, что вам не передать словами. Так, вот опять Хог. Но тут хотя бы не элитки идут. Но смотрите, там 11 маг. В принципе, да. То есть, вы понимаете, да? Тихо-тихо. Вы видели, как моему магу полплеча оторвало от того, когда его... Тихо, ракета, блин. Просто жесть. Он одной ракетой задефился. Фак, мне кажется, на этих кубках у них, у всех есть любая карта на ответ твоей карте. То есть, ну, серьезно, я вот против предыдущих соперников играл. Они мне даже шансов не давали пройти. Они мне постоянно атаковали, 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 атаковали. У меня абсолютно не получалось хоть что-то делать. Поэтому, вот, я не знаю, какие-то сложные поединки происходят. Ну, это даже такое, закаляет немножко. Мне даже интересно. Ролик уже длится 15 минут. Не, ну, тут торнадо нет смысла использовать, да? Ну, нет уже смысла использовать. Да, фух. Ха-ха-ха. Хорошо. Так, ну, что он может? Ну, колдуна может, да? Ну, давайте фаербол кинем на колдуна. Ну, давайте кинем фаербол. Ну, бамс, вот он, фаер. Ну, ладно. Хог, здесь банд гоблинов. Оп, отлично. Вы видели, да? Ох. Жаль, конечно, что колдун всего лишь одну тычку сделал. Но, да ладно. Не забываем, что у него ракета. Вот так. Во. Хорошо. Разряд, да? Разряд. Разряд даже хватит. Разряд даже хватит. Стычки будет убивать. Да, стычки убивает. Отлично. Но теперь не забываем, что у него пламенный дракон. Поехали. Надеюсь, элитных варвара нет. Пламенный дракон пока уничтожит Хога. А, у него же армия скелетов. Лоу. Так, пока я тащу. Пока тащу вообще на изи. Так, тут у нас торнадо. Потому что, фуф, нам лишний урон нежелательно получать. Здесь у нас, давайте, рыцарь пойдет. Здесь у нас фаербол. Нам надо постоянно наносить урон. Пау. Отлично. Минус колдун. Так. Хм. Хм. Это что? Колдун через зеркало? Колдун через зеркало. Так, ну окей. Здесь так. Так, вон. Сейчас, скорее всего, будет ракета. Ну, по идее. Ой, вообще, вы видели, какой разряд-то? Вот это я понимаю КПД. Так, здесь у нас... Так. Так. Ну что? Что будет? Что будет? Хог. Окей. Здесь у нас армия скелетов. И эту каточку, наконец-то, я выиграл спустя два поражения. Я сделал победу. Блин, ну какие же штутдаун играют. Итак. Итак. Смотрим. И еще один редкий сундук. Вот он. Легендарный сундук. Немножко залагало прям в этот момент. Хусол. Хусол. Окей. Поехали. Там, кстати, один сундук у нас немножко не в цикле. Серебряный. Я там его вырежу. Чтобы все было классно, красиво. Так. Ну что ж. Давайте здесь колдун. Так. Блин, ну ты-то что зависает? Меня немножко... Только не убей. Отлично. Так. Ждем разряд, если он будет. Так. Блять. Ладно. Так. Пичку хотя бы сделай. Вот так вот. Вот так вот. Здесь у нас Пека. Здесь у нас Пека на себя все примет. Рейдж? Серьезно? Ты думал, с помощью Рейджа сможешь задефать Пеку? Наивный щенок. Хусол. Так. Дальше мы подкинем банду гоблинов к Пеке. Пека, готовься. Сейчас я подкидываю прикрывать твою задницу. Подтягиваем всех в торнадо. Давайте. Все к Пеке подошли. А, он падла выпускает вышибалу. Но гоблины, смотрите, разбежались вокруг вышибалы. И... И нормально. Какой-то урон до нанесли. Хусол, ну че ты, че ты, блин, проигрываешь? Он проигрывает объективно на 400 хитпоинтов. Хусол, ты че делаешь? Вот это уже нельзя. Это уже мне Пеке нет. Нечем дефать. Так, ладно. Тут колдун. По идее, сейчас фаербольчик, наверное, мне так кинет он. Ну да ладно. В соло гигант. Нормально. Так. Фаербол, главное, не возле вышки. Хога подкидывать не буду, чтобы на фаербол не наткнуться. Правильно? Правильно. Готовим фаербол на его, что-то, что-то на его. А он ничего не выкидывает, поэтому мы здесь просто Пеку ставим. Блин, а вот Мегамуха, к сожалению, на нашу половину не залетает. Поэтому мне нечем дефать. Поэтому выбрасываю банду гоблинов. Выбрасываю банду гоблинов. Так, чем же он будет дефать? Разряд. Это ж надо было попасть не по всем юнитам. Так, смотрите, гоблины доходят к вышке и наносят какой-то урон. Найс, найс, найс. Так, ну что, у него вышибало, у него вышибало есть, поэтому Хога пока закидывать нет смысла. Здесь закидываем колдуна. Так, разряд. Тихо, 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 тихо. Здесь давайте банда гоблинов. Так, найс. Все, фух, задефались. Нифига он опасный. А он опасный, пацаны, серьезно. Но вот это, вот это он до этого, до гиганта прокручивается. Это не очень хорошо для меня. Так, ну здесь давайте пеку. О, вот это сейчас хорошо. Гиганта сейчас задефаем спокойненько. Спокойненько, спокойненько. Так, эть, эть, оп, хорошо. Найс, задефались. Так, теперь поехали, поехали. Теперь нам нужен колдун на его лучниц. Просто резко так. Колдун и торнадо. Колдун и торнадо. Фак. Блин, пацаны, он мне не дает вообще ничего сделать. Давайте попробуем торнадо использовать. Так, хорошо. Мы до пеки уже прокрутились. Но у него мини-пека, вы понимаете? У него мини-пека. У него мини-пека. Так, закидываем хога плюс... Ну, короче, дофига карт, которые меня контрят. Здесь фаербол. Пек, отойди, сука. Ладно, 400 хп осталось. Здесь банда гоблинов. Мне надо срочно пеку ставить сейчас. Срочно пеку. Ставим пека. Так, сколько гигант тычек сделать? Ну, если будет рейдж, то несколько тычек сделает. Давайте запнем, чтобы последнюю тычку гигант не сделал. Потому что там фаербол сейчас будет лететь. Так, по идее сейчас вышибало будет. Но я все равно кидаю хога. Мне плевать. Я кидаю хога и фаербол наперед. Что с хогом вообще происходит? Бля, лаги. Просто жесть. Хог, тычку. На, сука. Фух. Вы видели, как хог добил вышку? И еще один топовый сундук нам падает с поединка. Это просто жесть. Это все подряд, ребята. Тут у нас фаербол летит. Так, быстренько так бэмс. И все. И остался один фаер. Давайте поплачем. Потому что, ну, он все-таки старался. К успеху шел. А я в итоге его выиграл. Лол. Такое бывает. Жизнь боль. А что поделаешь? Так. Блин, а где мой фаер? Я до него успею хоть прокрутиться? Закидываем. 17 секунд. Да, да, успею. 100%. Блин, хог, ты можешь хоть немножечко вперед ики? И забрасываем последний фаербол. И плачем ему напоследок. Пока, лох. Лузер. Лузер. И еще один редкий сундук нам падает. Просто 4 сундука подряд. Это просто феноменально. Смотри ролик до конца. Это я для начала просто там повырезаю. Будет круто. Посмотрите, просто посмотрите, какая картина. Они практически выпали мне вот с одного поединка. Но для вас это все было быстро, хотя не знаю. Ну что, давайте их открывать. Во-первых, я закину гема на открытие, чтобы мы их все открыли. Так, сколько мы? Мы одну легендарку вначале вытащили. Давайте сейчас, ну сейчас еще как минимум одну вытащим. Итак. Донатим гемы. Вот. 500 гемов. Так, отлично. Гемы на балансе. Поехали открывать. Первый. Супер магический сундук. Ставьте лукасы, потому что сейчас будет очень эпично. Это сейчас вторая должна быть лего. Так. Опа! А вот это поворот. А вот это поворот. А я думал еще. Итак. Х1. Ну, конечно же. По-моему, Х2 никогда не падала. И 27 штук молнии. Отлично. Громоверца выбили и молнию. Так, давайте теперь откроем магический. Вдруг отсюда злека тоже выпадет. Так, быстренько, быстренько, быстренько. Ах, блин, не повезло. Ну, с эпического 100% не выпадет. Ну, и так, получается, мы за ролик. Давайте еще откроем легендарный. 144 гема. Последняя лека. Итак, какая же эта громовержец? Опять. Слушайте, ну, гром и так уже. А, третий уровень. Найс, найс. Ну, что. Мы ему даже плюс еще гемы сделали. Кубки немножко подняли. Да? И сколько у него было в начале. И выбили ему 3 легендарки за выпуск. В общем, как-то так. Честно, ролик записывался 40 минут. Для вас, наверное, минут 10. Поставьте лайк, пожалуйста. Я очень старался. Это было интересно. Выбить вот эти все сундуки подряд. Спасибо вам всем за просмотр. Подписывайтесь и ждите новые ролики. Сегодня еще будет стрим. Приходите обязательно. Всем желаю удачи и хорошего настроения. До новых встреч, друзья. Всем пока. Продолжение следует...